Масса возможностей отлично провести выходные есть у москвичей и гостей столицы. Синоптики обещают уже через пару часов дождь прекратится, погода берет курс на улучшение, можно смело в парке. В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за регистрацию независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы и против репрессий. По данным белого счетчика, акция собрала от 49 тысяч 900 до 60 тысяч человек. Затем часть протестующих отправилась на прогулку к администрации президента. Вокруг здания АП у метро Китай-город силовики устроили массовое задержание. В Москве схвачены 178 человек, в Петербурге на акции солидарности у гостиного двора 80 человек. Всего по всей России на акциях за честные выборы 275 человек. Стоял в одиночном пикете, рядом стояла очередь в одиночный пикет, потому что у нас здесь одиночное пикетирование. Без объяснения причин подошли непредставившиеся люди в черном и задержали его. Десятки протестующих собрались на углу Солянки и улицы Забелина. Они скандировали «Путин вор», «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным» и «Мы здесь власть», «Допускай свободу Егору Жукову». На улицу Забелина подъехали автозаки, из них вышли полицейские. ОМОН массово задерживал людей, затем с улицы Забелина сняли оцепление. Через мегафон силовики призывали соблюдать гражданскую дисциплину и расходиться. Как сообщает BBC, полиция закрыла выход из подземного перехода к администрации президента. Также полицейские перестали пускать с бульвара на Китай-городе в сторону Лубянки и Политехнического музея. Кроме того, силовики перекрыли близлежащие улицы у нижнего выхода со станции метро, Варварку, Забелина и Большой Спасоглинищевский переулок. Первоначально несколько сотен человек собрались у памятника героям Плевны, затем силовики вынудили их рассредоточиться. На Моросейке протестующие укрылись от силовиков в храме. Другой группе протестующих не позволили укрыться в отеле Кустас его администраторы. Этот отель, по данным Фонда борьбы с коррупцией, принадлежит семье вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, у которой нашлось имущество на более чем 6 миллиардов рублей. Это факты. Ну и интереснее реакция на происходящее в Москве российского журналиста Аркадия Бабченко. Цитируем. Девчонки, мне кажется, я вас теперь понимаю. Скажите, у вас вот это чувство, да? Когда сначала хреново тучи разговоров про то, что на митинг призвали дуди, оксимарон и еще 100 випов, что общая численность их подписчиков 34 миллиона, что 400 тысяч лайков за два часа, что вау-вау. По данным белого счетчика у нас 50 тысяч, а потом вот эти вот пять минут жалких слюнявых элозий по сцене, и это все? Вы в этих ситуациях испытываете то, что я сейчас, да? Господи, а разговоров-то было. Да, это был самый многочисленный митинг оппозиции и самый жалкий. Полная беспомощность. 50 тысяч человек, 4 полнокровных дивизии. Дудь прямо со сцены побежал проводить какой-то там фестиваль. Революция революции, а корпоратив по распорядку. Но самое потрясающее даже не это. Самое потрясающее то, что на митинг типа оппозиционеров, типа против власти, ну как они мне тут в комментариях доказывают, с украинскими флагами осмелились прийти только пригожинские тролли. У русских оппозиционеров ни у кого духу не хватило. Более того, тут-то эти русские оппозиционеры начали у них эти флаги вырывать. Мол, провокация. Украинский флаг на антипутинском митинге провокация. Ну и правда, они ж там за плитку бордюры, а ты тут на антипутинском митинге с флагом оккупированной ими страны. Провокатор долбанный. А вдруг царь-батюшка увидит и что-то не то подумает. Вырывать, Карл, флаги Украины на антипутинском митинге. В комментах вот точную формулировку дали. Протест за право избираться в рейс-канцелярию, на котором флаг Украины считается провокацией. Не дай бог что-нибудь сине-желтое увидеть. Не дай бог. Трусы еще у себя проверьте. Вдруг они синие с желтой надписью. Съешьте немедленно, пока никто не увидел. 50 тысяч человек. 4 дивизии. Поблеяли в загоне, сорвали флаги Украины и разошлись. Это просто полный. Помните, друзья мои, я вам говорил, что опуститесь до мышей. Признаю, я был неправ. Это я еще оптимист оказался. До тараканов, до микробов. Это самая жалкая позиция, которую я только видел в своей жизни. Может им рассказать, что на Майдане не то что дождь, вообще февраль был. А хотя нет, пофиг уже. На этом ставим точку. Как утверждает наша мэрия, на всех площадках, которые я подавал уведомления, хотел провести организованные пикеты. Именно в этот день, именно в это время на всех площадках по удивительному совпадению происходят другие мероприятия. Поэтому это единственная форма, которая на данный момент законно сейчас доступна мне. На митинги приходят люди, их избивает полиция. Вот поэтому я и пришел на пикет. Я старый сам, да. Мне ничего не страшно. На самом деле я не считаю, что от нас что-то изменится, но я просто считаю, что я обязана выйти и показать свою позицию. Спасибо. То, что сейчас творится в Москве, повлияет на всю Россию. И в начале Севастополь грандиозное байк-шоу открылось сегодня у подножья горы Гасфорта. Организаторы обещают головокружительные трюки, гигантские огнедышащие декорации, выступления известных артистов. Путь из Москвы в Крым преодолели наши ночные волки. Рекордная по протяженности колонна байкеров прибыла из европейских государств. За рулем мотоцикла был сегодня и президент Владимир Путин. Да, Жень, добрый вечер. Все дороги сегодня ведут в Севастополь, гора Гасфорта, где легендарный байк-фестиваль, на который приехал и мотоциклист Владимир Путин. В черной кожаной куртке, в черных джинсах. И это несмотря на то, что в Крыму жара плюс 30, но все должно быть по законам жанра. Владимир Путин уверенно сел за руль отечественного мотоцикла «Урал» и с собой взял еще двух пассажиров. Со спиной сел глава Севастополя Михаил Развожаев. В коляске же удобно расположился Сергей Аксенов, глава Крыма. Президент возглавил мотоколонну, в которой были байкеры не только из России, но и из многих городов бывшего Советского Союза и даже из Европы. Ну а на горе Гасфорта Владимира Путина уже ждали сотни мотоциклистов. Очень рад вас всех видеть. И очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую 10 лет назад. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любители техники, и любители мотоцикла, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей Родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека. Связанная с нашей замечательной героической историей. И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам всего самого доброго. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok